День с толком Работа скандально известного костного завода приостановлена. Какие нарушения выявил суд? Теперь только платно. В крае отменили льготные тесты на коронавирус для всех, кроме пенсионеров. Ломают замки, переходят на личности. В Барнольдском доме воюют с председателем ТСЖ. Костный завод Алтайкорм в Первомайском районе ближайшие 30 суток работать не будет. Решение о приостановке вынесут после того, как в деятельности завода нашли серьезные нарушения. Предприятие не представило достоверных сведений об утилизации отходов производства. Об этом сообщается на сайте Алтайского управления Россельхознадзора. Кроме того, арестованы щита Алтайкорма. Напомним, в апреле этого года предприятие проверили специалисты ведомства. Они и обнаружили, что деятельность предприятия непрозрачна. В марте Алтайкорм принял в качестве сырья 350 тонн свиных и говяжьих костей для переработки, а остаток по итогу составил только 6 тонн. Если учесть, что отходы производства относятся к биологическим, их неправильная утилизация может угрожать здоровью животных и человека. К слову, у жителей близлежащего поселка Боровиха волнует этот вопрос. Уже 4 года они замечают в лесу выбросы, очень похожие на отходы Алтайкорма. Накануне стало известно, что эта проблема решится в августе. На предприятии, наконец, установят очистные сооружения. За прошедшие сутки в Крае выявлен 191 случаи заражения коронавирусом. Умерших трое. Коронавирус как причина подтвержден у одного из них. По сравнению с предыдущей неделей, число зараженных идет на спад. Правда, специалисты считают, что пик все еще не пройден. И в этой ситуации в регионе взволнованы другой новостью. Жителям Края младше 65 лет больше не будут бесплатно проводить тесты на коронавирус. Об этом сообщали барнаульцы, которые обращались к нам в редакцию. Они рассказали также, что несмотря на высокую температуру и затрудненное дыхание, им с трудом удается добиться госпитализации. А в некоторых ковидных госпиталях вся терапия – это самолечение. Продолжит тему Никита Ермаков. Тесты на коронавирус мы больше не делаем. Такой ответ получила жительница Барнаула, когда вызвала домой терапевта. У меня четвертый день, температура высокая, 38. Была температура, четвертый день вызвала врача, думала, ну как-то тест возьмет у меня. Он сказал, что сейчас вообще не делают тесты. Что приказ министра, что, по-моему, он сказал с сегодняшнего дня, что тесты, если вам 65 плюс было бы, тогда бы вы смогли, взяли бы у вас тест на коронавирус. Еще одна жительница краевой столицы с симптомами ковид-19 пожаловалась на то, что с большим трудом ей удалось добиться госпитализации. Женщина возмущена также качеством оказания медицинской помощи в стационаре. По словам обратившейся, она вызвала скорую после того, как у нее поднялась температура, стало трудно дышать и появилась слабость до потери сознания. Экстренная служба забрала ее в диагностический центр, где у нее взяли мазок и отправили домой. Самостоятельно добравшись до квартиры, рассказывает женщина, состояние ухудшилось. Снова звонок в неотложную. Забирать не стали. В итоге через скандал, говорит Татьяна, скорая все же забрала в ковидный госпиталь, 12-ю горбольницу. Страдания на этом не закончились, подчеркнула больная. Татьяна лежит уже 13 дней. У нее официально подтвердили коронавирус. По словам женщины, находясь в медучреждении, она лечится самостоятельно. Врач, у меня когда было плохо, у меня была дикая дышка. Я ползку заползла до процедурного кабинета, попросила медсестру, чтобы она позвала врача, потому что отдыхалась. Она сказала, что сегодня работает такая, ее словами, овца, она к вам не спустится. Я говорю, почему? Потому что она не спускается к больнину. Я не могла дышать, я не могла ничего добротиться. Я говорю, принесите мне что-нибудь подышать, не бывает еще что-то, хоть что-то. Здесь я в палате подведем кислород, по идее. Я говорю, а где у вас кислород? Они говорят, а это просто трубки выведены. Женщина призналась, что в первые дни боялась умереть, решила. Если пойду на поправку, обязательно расскажу о том, как в 12-й горбольнице оказывают помощь больным с диагнозом коронавирус. Мы, в свою очередь, обратились в Минздрав региона. Там нам подтвердили, что тесты на ковид теперь проводят только людям из группы риска, то есть тем, кто когда-либо контактировал с коронавирусными больными, либо людям старше 65-ти. Мы наблюдаем пациентов клинически. Сам по себе мазок, в общем-то, он, в принципе, ничего не дает, за исключением только изоляции пациентов. Лечение пациентов с клиникой ОРВИ, оно сходно с лечением пациентов с клиникой ковид и ничем не отличается. Здесь никакой специфической противоковидной, так скажем, терапии нет. Первой обратившейся к нам женщине нет 65-ти, и она действительно не контактировала с больными, у которых официально диагностирован ковид-19. Но теперь и подтвердить-то его, не пенсионерам, делает вывод больная, тактически невозможно. Высокую температуру и тяжелое состояние медики легко могут списать на ОРВИ, резюмирует женщина. Что касается пьяных санитаров и отсутствия осмотров врачами больных в 12-й горбольнице, ответ следующий. В пятницу вечера она поступила, да, и больная считает, что за один день. Ей лечение назначается, так, и вот, и она лечится два дня выходных. Если там состояние бы ухудшилось, медсестра подошла бы и сказала бы врачу дежурную, он подошел бы к ней. А если состояние стабильное, лечение получают, то в понедельник врач осматривает. Вот получается, что максимум, как больные считают, да, и пишут сразу с утра, в понедельник утром, ко мне никто не подошел. То есть это 4 дня они считают 4 дня. А на самом деле врач их осматривает, назначает им лечение, да. Состояние их удовлетворительное, ближе к среднему тяжести, то осматриваются раз в 2 дня, раз в 3 дня осматриваются врачом. Вот по динамике, понимаете? Между тем, пациентка утверждает, что ее состояние не было удовлетворительным, и впервые врач подошел к ней на седьмые сутки после госпитализации. Женщина возмущена и качеством оказания медпомощи и отношением персонала к больным. Она просит ответственных лиц обратить внимание на то, что происходит в ковидном госпитале. Главврач больницы заверил нас, что обязательно проведет внутреннее расследование. Если будет подтвержден факт халатного отношения со стороны медиков, их ждет наказание. Со своей стороны добавлю, что если вы столкнулись с вопиющей халатностью медиков, звоните к нам в редакцию. Только сообща, мы же сможем понять. Подобные случаи в алтайской медицине происходят в исключительных случаях или это уже система? Потому что если это система, ее нужно менять. Никита Ермаков, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком. В индустриальном районе города появился новый фонтан. С горячей водой. На Балтийской 55 прорвало трубы во время гидравлических испытаний. Повыбивало все стекла. Вон еще почта России стоит с выбитым. Камнями закидывает прям. Вода била из-под земли на протяжении почти 10 минут. В 13.35 трубы перекрыли, аварийная бригада приступила к работам. Сначала необходимо откачать воду, после начать ремонт участка трубопровода. Да, в телеграм-канале энергетиков пишут, что этой тепловой сети 28 лет. Температура воды в ней не превышала 40 градусов. К другим темам. В редакцию толка поступил звонок. Сообщили. В здании ТОСа рейдерский захват. Наша съемочная группа сразу выехала на место. Подробнее в сюжете Марии Микшуты. Расходиться и не думали. Уже полгода в этом ТОСе мира нет. Члены самоуправления разделились на два лагеря. Одни воюют, чтобы поменять председателя, другие защищаются. Но, как говорится, на войне все средства хороши. На шум приехала полиция. Но, кажется, даже правоохранительные органы не в силах примирить членов самоуправления. Если мы внутри не сможем договориться, ну, это грош нам цена, как членам совета. Год назад здесь назначили нового председателя, собрав большинство голосов «за». Но вскоре часть представителей ТОС передумали. Альбину Васильевну мы выбрали. Она человек неопытный. Мы за нее очень много работали, помогали ей. Но в силу своего характера она не умеет работать с людьми. Она очень человек скандальный. Решили кого-то своего продвинуть на эту должность. И чтобы этого человека продвинуть, они просто изобрели какой ход. Они посчитали, что Альбина Васильевна работала не так, как нужно. Сама председатель уверена, работала качественно, облагородила территорию, поставила домофоны, даже проводила праздники. Недовольства не понимает. Я с рамого начала части совета не приняла. Они стали мне кузни всевозможные строить, бегать, жаловаться. У меня такое ощущение, что они сами хотели бы быть председателем или как-то вести, быть такими элитой. А чтобы я писала, писала все отчеты. Я занималась черновой работой. Не знаю, чем бы они так занимались. В начале июля представители ТОС вместе с жильцами провели собрание. Итог отстранения председателя. Но та уходить не собирается. Говорит, решение нелегитимно. А в доме, уставшем от войны, готовы уже к радикальным мерам. Перевыборы провести, возможно, даже обновить полностью совет. Потому что вот та ситуация, которая сложилась, она не способствует нормальной работе. Конференция – это признанно состоявшийся. И получается, что по итогам конференции часть жителей, большая часть, высказалась за неудовлетворительную работу Богачановой как председателя. Соответственно, это подразумевает то, что она должна освободить этот класс. Такие случаи могут быть, могут возникать, но исходя из практики, не так часто это происходит. Именно борьба за властные полномочия в территориальных органах местного самоуправления, в ТОС так называемых, больше это свойственно для жилищных, различных товарищей, собственников жилья. Юрист объясняет, каждая копейка подотчетно, поэтому воевать тут не за что. Но и остановить войну вряд ли кому-то под силу. В администрации района пояснили, вмешиваться в деятельность самоуправления не имеют права. А это значит, стул власти в ТОС по-прежнему зависит от самих представителей. Мария Микшута, Николай Шелко, День с толком. Детская площадка превращается в свалку. Жителей домов на улице Попова возмущает, что в их дворе стоит заброшенное здание. Оно отчасти и является источником мусора. Что это за строение, кому принадлежит, и кто за него в ответе, выясняли наши корреспонденты. Уже 16 лет это здание пустует. Изначально его возводили для детского спортивного комплекса. Были проведены все коммуникации. Но у собственника строения по неизвестным причинам тогда изменились планы. Здание пытаются продать, но нового хозяина найти не получается. Сегодня заброшка является местом встречи маленьких детей и подростков. Каждый день, летними вечерами, дети, подростки приходят с чипсами, с газировкой. После себя оставляют бутылки, фантики, пачки из-под чипсов. Ну и также вот проблема по зданию. Они приходят в это здание, там играют, тащат туда строительный мусор. Решить проблему жители двора пытаются уже пять лет. Обращались в администрацию района и управляющую компанию. Очень бы хотелось, чтобы городские власти обратили внимание на то, что среди, можно сказать, центра города, уже теперь мы практически центр города, жилого микрорайона находится, я даже не знаю, как это назвать, сооружение, которое притягивает детей со всего города к нам. Сотрудники администрации выезжали на место постройки, осмотрели здание и признали, что его техническое состояние оставляет желать лучшего. При этом попасть в него на тот момент было невозможно. Все окна и двери закрыты. Работ по завершению строительства и благоустройства территории по улице Попова 131 не планируется, так как строение выставлено на продажу. Владельцем является компания «Холидей». Администрацией района направлялись уведомления о необходимости приведения указанного здания в надлежащее состояние. Однако сейчас проникнуть в это здание можно без труда. В стене образовалась огромная дыра, которая так и манит сюда молодежь. Внутри заброшенного здания полное раздолье для посиделок молодежи. Здесь они полностью скрыты от посторонних глаз. Судя по количеству мусора, вечеринки здесь дело постоянное. Передвигаться по заброшке нужно очень осторожно, так как ненароком можно наступить на что-то неприятное. Мы приехали на место спустя неделю и убедились, что после наших обращений в администрацию здание по-прежнему находится в плачевном состоянии. Вход в него не заблокирован, хотя кое-что чиновники предприняли. В районный отдел полиции направили письмо с просьбой осматривать эту территорию и выгонять из здания молодежь, по возможности привлекая ее к ответственности. Однако сотрудников паструльно-постовой службы здесь видят редко. И кажется, у жителей этих домов есть единственная возможность избавиться от нечистоплотного соседа. Дождаться, когда у здания появится новый хозяин. Но произойдет это, вероятно, не скоро, ведь продать его пытаются уже много лет. Виктория Лущик, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком. Чистая формальность. Нарушения лесного законодательства нет. Так в холдинге Алтайлес прокомментировали действия Краевого Минприроды, который расторгает договоры аренды лесных участков для заготовки древесины с фирмами Алтайлеса. Напомним, Минприрода решила расторгнуть 11 договоров аренды леса с Каменским ЛДК. Фирму, подконтрольную Алтайлесу, признали недобросовестным арендатором, что в будущем помешает ей участвовать в аукционах на аренду участков. В компании уверены, что такие действия со стороны госоргана могут сказаться на всем крае. Все это может подорвать инвестклимат, поскольку под объемы древесины построены производственные мощности с миллиардными вложениями. Еще одним прямым следствием, как полагают в компании, могут стать лесные пожары, потому что следить за безопасностью будет некому. Огромные медвежьи следы вновь недалеко от населенных пунктов. На этот раз косолапые наведались в один из наиболее удаленных степных районов. Угловские. Почему медведи зачастили к людям и что делать, если с дикими животными столкнулись лоб в лоб, расскажет Валентина Аскерова. Следы, к счастью, все, что осталось от встречи человека с медведем. В этот раз косолапый не постеснялся при свете дня показаться жителям Угловского района. Механизатор я проверял состояние техники. И вот он увидел передвижение, подумал, что лось, и увидел, что вроде похоже на медведя. Потом поехал посмотреть, интересно стало. Поближе подъехал, он двигался посередине, где-то по 700 метров от нас. Я увидел, что это точно медведь. Поближе к нему подобрался. Ну там уже к беленькому соседнему селу, к талпному лестнику. Просто посмотрел, что он не бешеный, внешний вид был нормальный. На территорию Угловского района по полям и в лесу ходит медведь. Откуда пришел, вроде как предположительно, со стороны Казахстана. С чем это связано, думаю, что, наверное, из-за того, что горит тайга, животным куда-то надо бежать в поисках пищи и просто спастись. Медведи замечали еще в мае. Недавно произошел еще один выход косолапых за зону комфорта к людям. По мнению экспертов, причин, почему медведи приходят прямо в населенные пункты, множество. Это и голод, и элементарное любопытство. Они напоминают, что избежать последствий свидания с хищником можно простым способом. Издание сильных шумов, треск веток – все это напугает медведя, и он обязательно покинет вас и убежит. Обычно такие случаи происходят каким образом? Когда человек встречается с медведем, он начинает очень громко кричать и бежать в разную сторону. И когда ты поворачиваешься, медведь бежит в другую сторону от тебя. Сергей Писарев рассказывает и о самом главном табу. Ни в коем случае не кормить диких животных, иначе они никогда не научатся добывать себе пищу самостоятельно. Это значит, выходить к людям не перестанут. И тогда надеяться надо будет разве что на смелость соседей. Марш! Марш сейчас отсюда! Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Пережить цейтнот и избежать пата. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают шахматисты на Алтае. В этом спорте сотни детей. София Яценко продолжит. Ну, как у тебя дела? Нормально. Все хорошо. Ну, давай партию посмотрим. За одной шахматной доской. Противники. Но каждую встречу по-доброму приветствуют друг друга. Встреча онлайн. Александр Долгов говорит, если дистант что-то и изменил, то лишь эмоции. Их не хватает. Шахматный клуб пустой, но шахматисты продолжают играть. По скайпу. Каждый месяц у нас турниры, каждую неделю какие-то соревнования мы проводим. Организовываем сами на Ли Чесе, на Ческинге. И награждаем детей, которые выигрывают. Этот день не исключение. Сегодня онлайн соревнования. А пока есть время, Александр предложил провести небольшой урок и для нашей съемочной группы. О, отлично. Ну, прям одаренный ученик. Одаренных учеников у тренера действительно много. Одна из них – Ксения Урусова. Любовь к шахматным девочке привила бабушка. После чего Ксюша решила заниматься серьезно. У Александра она обучается 10 лет. И вполне успешно. Твой тренер узнал, что мы к тебе едем. Попросил передать тебе твою грамоту и медаль. Спасибо. Поздравляю. Молодец. Спасибо. Грамоты, медали, кубки. В комнате девочки их много. Но останавливаться на достигнутом она и не думает. Мы занимаемся с тренером по скайпу в три раза в неделю, по полтора часа. В принципе, анализируем партии, учим новые варианты. И изучаем эндшпиль или металшпиль. Сейчас девочка готовится к последнему году в школе и уже подумывает о поступлении в университет. С профессией определилась, пойдет в архитектуру. Но шахматы бросать не будет. В ее планах продолжать побеждать и дальше, умело ставя шах и мат на более высоком уровне. А пока с ферзем в руке на доске, как и десятки других увлеченных самым думающим спортом. София Иценко, Илья Халяпин. День с толком. Новый театральный сезон – это миф или реальность? Артисты Молодежного театра, несмотря на коронавирус, надеются, что в сентябре к ним, наконец, придут зрители. Сейчас в Молодежном готовят сразу четыре постановки. Подробнее о ней в сюжете Дарьи Эйдемиллер. Андрюх, уже поехали! Наконец я получил ту самую пресловутую бумажку, которая удостоверяет, что я сын того, кого выбрал сам. Это фрагмент спектакля «Мессия Ибрагим» и «Цветы Корана». Режиссер постановки и артист театра Андрей Воробьев написал сценарий по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта. Позади уже большая часть работы над спектаклем. Осталось вдохнуть в героев жизнь и разобраться со сценическим светом. Ну а самое главное – дождаться зрителей. Я недавно был в торговом центре «Гэлакси» и там полно народу. Полно народу. Столько, сколько не было там в выходные дни. И почему театры-то не открывают? У меня это большой вопрос. Потому что там очень много народу ездит на этих эскаваторах и прочее. А в театре, ну даже вот смотрите, 50% рассадки. Люди встречаются в фойе, но они не так тесно встречаются, как они встречаются в торговых центрах. Откройте скорее театр. Скоро в театр приедет режиссер Александр Липовской. Он поставит свою пьесу «Кида». В августе продолжит работу над шекспировским «Гамлетом». Он должен был встретиться со зрителем в конце прошлого театрального сезона. Но коронавирус перенес все на осень. Сейчас в молодежке работают над постановкой «Временно недоступен». Уже решили, во что оденут персонажи и как будут меняться их образы. Вначале это состоятельная немецкая семья. Мажорная, с достатком, со своими целями, устремлениями. А потом, когда в их жизни происходят только события, они меняются. То есть об изменениях в людях, как они с внешнего переключаются на внутреннее. «Временно недоступен» пьеса «Петри Вильнвебер». Это история одной семьи. Ставит ее режиссер из Новосибирска Анна Зиновьева. Рассказывает, что из-за коронавируса все соскучились по работе. Мы очень соскучились друг по другу. Все очень хотят работать, хотят быть полезными. Мне кажется, все просто стали жадными до работы. Всего в работе сейчас четыре постановки. Но когда они встретятся со зрителями, пока неизвестно. Все в театре в режиме ожидания. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова